Мы народ противник. Мы здесь рассказываем при страте Юрия Стопеть. Хорошо, значит, где-то в конце прошлого века, в моем родном Питере еще, должны были на ренофильме строить кинофильм в связи с юбилеем трехсотеднего со дня рождения Петра Великого. У меня были сказки песни к этому фильму, это был еще в советские времена, вы понимаете. Меня позвал режиссер и говорит, «Ничто так, первые титры фильма идут на фоне Мачта, «Усть и Невы», начало 18 века, 1603 год, «Народ строит флот», закатан на стук топора, «Ты должен написать мне песню строителей русского флота». То есть, как ты понимаешь, русскую народную песню, начало 18 века. Но это ведь вроде как всякий дурак может почему-то подрешить песню народную написать. Но мне надо, чтобы в этой песне была информация, которая у меня по фильму пойдет, значит, запиши, что надо включить в эту песню. Первое. Надо отразить технологию строительства парадского флота. В песне. Замечательно. Второе. Он так на меня критически глянул и сказал, «Как ты помнишь, в строле флот православные мужики, они сомнительные посруманивают тебя. И вот тоже про христианскую религию, про православие надо что-то мягко, но положительно отразить. Это было те времена, когда еще все было под запретом. А потом по секторе обкома, бывшей, понавесили на перцах крестов, когда еще был немоден». Третье. «Как ты помнишь, в строле крепостные гибли там, и все, там, тысячами, значит, тяжкий гнет крепостничества, можно найти отражение, и учитывая неприглядность в песне». Четвертое и самое главное. Я твои песни послушал, я так думаю, что ты не справишься. У тебя песня унылая, интеллигентская, вот это все не годится. Песня же лихая, озорная, хулиганская, чтобы сразу стало ясно, что написали «Настоящие живые мужики в 18 веке, а не токлые, интеллигент 20-х». «Да, но все, озорство и хулиганство на полном серьезе должны просматриваться. Национальное самосознание и горность народа, как привыкнуть в морские просторы. Понял? Да, пойдем, уходи, чуть не забыл. Война со Швецкой была, не забудь отразить. Я ушел в полном погрессе, потому что что ты понимаешь, что-то некий мегабайт не хватит, чтобы все это, значит, отразить. А песня же должна быть короткой. Как быть, не знаю. Короче, я хотел там, что-то, не пил, не пил, что-то сделал. Пока я это все делал, выяснилось, что фильм уже запретили. Доложили Брежневу. Он сказал, «Пострюлю меня в неловкое положение. Не предупредили, что Федор, ага, все царь. Ну, раз царь-то, ну, что, терван, ня-ня-ня, никаких фильмов. Все закрыли». Осталась эта твоя песня, как беспризорная народная песня начала XVIII века. И долго, да, так, никому она не нужна. И вдруг, значит, 96-й год, 303-ти Родовского флота, юбилейный торжество в Москве и в Питере. Именно называют Питер. И, значит, в огромном зале Октябрьский концертный зал Новиков идет заключительное торжественное заседание. 4 тысячи человек. Все будет таком набито. Первый выступал тогдашний министр Чернобыльзин, по-моему, был. Второй был главком Грома в городах, сейчас помню. Третий был, я говорю, еще Собчак. Ушняков, не в тюрьме, я говорю, губернатор наш питерский. А четвертым выпихивают меня. Выяснилось, что за 300 лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвящен строительство русского флота. А дальше было следующее. Мы с моим компаниатором при абсолютно отключенных микрофонах стоим и чего-то изображаем. А, значит, в динамиках усиленной электронной мощности гремит запись этой песни, которую уже записали. Вот, народные инструменты, трубы настоящие, оркестр, пушки стреляют настоящие. От давящего эффекта за нашими спинами на огромном белом заднике сцены, как на экране, шли в это время с выключенным звуком кадры из старого кинофильма Петр Первый, где вы сказали, в родном оборудовании шведских фрегатов. В общем, эффект был чудовищный. В зале все на ушах стояли, да? Но я... У нас тут этого нет ни фрегатов, ни пушек, ничего. Вот единственное, что можете проследить, как я выполнял все задания постановлю мне сыром режиссером. Итак, устье не вы, начало 18-го века, за кадром стук топора Народ строит флот. Мы народ артильный, дружим с топором, в рощи карабельной с ослепо вперед. Эх, православный глянка смеет на народ, погляди, как варюка он на любви век. Православный глянка смеет на народ, погляди, как варюка помыль плывет. Осинюсь зарею с знаменем Христа, высмолю сволою крепкие борта. Эх, православный глянка смеет на народ, погляди, как варюка помыль плывет. Православный глянка смеет на народ, погляди, как варюка помыль плывет. Девку с голой грудью я изображу, на бедную орудию тут заряжу. Эх, ты, мортира, грянька, над пучиной вод, расскажи, как варька в воду плывет. Ты, мортира, грянька, над пучиной вод, расскажи, как варька в воду плывет. Держиваясь над нами паская лоза, перед нас кнутами пролив железа, эх, ты, мортира, грянька, от своих ворот, как варька и варька помыль плывет. Ты, мортира, грянька, разивая рот, как варька помыль плывет. Море наша сила, а море наша жизнь. Веселись, Россия, Швеция, держись. Мимо земной глянка сберет этот народ, мимо русский варька помыль плывет. Эй, на земной глянка, сберет этот народ, помыль плывет. Съема глянка, мое рот, варька, 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 варька.